Здравствуйте, ребята! Девятый класс, урок геометрии. Сегодня решаем задачи по теме теорема синусов и косинусов. Вначале вспомним теоремы синусов и косинусов, затем порешаем задачи, и в конце будут задания для самостоятельного закрепления. Итак, теорема синусов. Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. Обратите внимание, треугольник АВС, сторона А лежит напротив угла А, сторона В лежит напротив угла В, и сторона С лежит напротив угла С. Значит, отношение стороны А на синус угла А равно отношению стороны В на синус угла В и равно отношению С на синус угла С. Рассмотрим задачу. Найти АВ. Треугольники АВС. Дан угол А 75 градусов и угол В 60 градусов, АС 4, АВ неизвестно. Для начала найдем угол С. От 180 градусов отнимаем 75, отнимаем 60, получаем 45 градусов. А теперь записываем выражение. Отношение АВ к синусу С равно отношению АС к синусу В. Подставляем значение. Угол С 45 градусов, АС 4 и угол В 60 градусов. Получаем выражение. АВ, деленное на синус 45 градуса, равно 4, деленное на синус 60 градуса. Отсюда находим АВ. АВ равно 4, умноженное на синус 45 градуса и деленное на синус 60 градуса. Подставляем значение. Получаем выражение. АВ равно 4, умноженное на корень из 2, умноженное на 2, разделить 2, умноженное на корень из 3. И ответ 4 корней из 6, деленное на 3. Следующее задание. Найти угол А. Дан треугольник АВС, АС 2, АВ 2 корней из 2 и угол С 135 градусов. По теореме синусов можем найти угол В. Подставляем значение АВ, угла С и АС. Получаем выражение. 2 корней из 2 разделить на синус 135 градуса, равно 2 разделить на синус угла В. Отсюда находим синус угла В. 2, умноженное на синус 45 градуса и разделить на 2 корней из 2. Синус В равно 1, 2. Синус В равен 1, 2. Получается два случая. Либо угол В 30 градусов, либо 150 градусов. 150 градусов не подходит. Так как треугольник имеет тупой угол, значит угол В 30 градусов, отсюда находим угол А. От 180 градусов отнимаем 135 градусов и отнимаем 30 градусов, получаем 15 градусов. Следующее задание. В треугольнике АВС АВ корень из 2, ВС корень из 3, угол А 60 градусов, найти угол В. По теореме синусов записываем и подставляем значение. Получается выражение корень из 2 разделить на синус угла С равно корень из 3 разделить на синус 60 градусов. Отсюда находим синус С, корень из 2, умноженное на синус 60 градусов и разделить на корень из 3. И получаем синус С равен корень из 2 разделить на 2. Два случая. Угол С 45 градусов. Проверяем. Если угол С 45 градусов, то угол В 75 градусов. Проверяем второй случай. Если угол С 135 градусов, то от 180 отнимаем сумму углов 135 градусов и 60 градусов. Получаем отрицательный ответ. Значит, это не подходит. И наш ответ. Угол В 75 градусов. Дан параллелограмм АВСД. АВ корень из двух. Угол между диагоналями параллелограмма ВОС 135 градусов. Внешний угол угла А 150 градусов. Найти ВД, то есть диагональ. Рассмотрим треугольник АВО. Так как угол ВОС 135 градусов, то угол АОВ 45 градусов. Также, если внешний угол 150 градусов, то внутренний угол будет 30 градусов. А теперь применяем теорему синусов. Отношение АВ к синусу О равно отношению ВО к синусу А. Подставляем и получаем выражение. Корень из двух разделить на синус 45 градусов равно ВО разделить на синус 30 градусов. Отсюда ВО равно корень из двух, умноженное на синус 30 градусов и разделить на синус 45 градусов. ВО – единица. Если ВО равен единице, то ВД равен двум. Отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно диаметру описанной окружности. То есть, сторона А лежит напротив угла А, сторона В лежит напротив угла В и сторона С лежит напротив угла С. Отношение сторон треугольника на соответственные углы, на синусы соответственных углов, нам дает два радиуса. Диаметр – это два радиуса. Рассмотрим задачу. Дан треугольник АВС. ВС – 16, угол А – 60 градусов. Найти радиус описанной окружности. Применяем. ВС разделить на синус А равно 2Р. Отсюда Р равно ВС разделить на 2, умноженное на синус угла А, равно 16, разделить на 2, умноженное на синус 60 градусов. Получаем ответ. 16 корней из 3 разделить на 3. Теорема косинусов. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон. Минус удвоенное произведение этих на косинус угла между ними. То есть, если известны две стороны треугольника и угол между ними, мы можем, применяя теорему косинусов, найти третью неизвестную сторону. Определите вид треугольника со сторонами 5, 6 и 7 см. То есть, определяем вид треугольника по углам. Для этого выбираем наибольшую сторону 7, возводим квадрат и сверяем с квадратами суммы двух других. В этом случае треугольник остроугольный. То есть, если 7 в квадрате меньше, значит треугольник остроугольный. Рассмотрим второй треугольник со сторонами 2, 3 и 4. Также выбираем наибольшую сторону 4, возводим в квадрат. Здесь 4, здесь 4 в квадрате больше, значит треугольник тупоугольный. А какой угол в данном треугольнике тупой? Вспоминаем неравенство треугольника. Напротив большей стороны лежит больший угол. Здесь из трех сторон 4 наибольшая сторона, значит 4 лежит напротив угла, который является тупым углом. Найти угол В. Также три стороны нам известны, значит 2 в квадрате плюс 2 корней из 3 в квадрате и 4 в квадрате. Вычисляем, сверяем. Получается, они равны. В этом случае треугольник прямоугольный. А теперь посмотрите на треугольник. Мы определили, что треугольник прямоугольный. А какой угол именно прямой? Так как гипотенуза больше катета, значит ВС у нас гипотенуза. Напротив гипотенузы лежит прямой угол, значит угол А прямой. Чтобы найти угол В, мы можем найти сначала угол С. Обратите внимание, гипотенуза 4, а катет 2. То есть 2 в 2 раза меньше, чем 4. Вспоминаем свойства прямоугольного треугольника. Если катет в 2 раза меньше гипотенузы, то он лежит напротив угла в 30 градусов. Значит угол С 30 градусов и угол В 60 градусов. В треугольнике АВС, сторона АС 4, сторона АВС 5, угол между ними 30 градусов, найти третью сторону. По теореме косинусов АВ в квадрате равно ВС в квадрате плюс АС в квадрате минус 2 умноженное на ВС, умноженное на АС и умноженное на косинус угла С. АВС подставляем 5 в квадрате плюс 4 в квадрате минус 2 умноженное на 5 умноженное на 4 и умноженное на косинус 30 градусов. Получаем выражение АВ в квадрате равно 41 минус 40 умноженное на корень из 3 разделить на 2. АВ равно корень из 41 минус 20 корней из 3. Дан параллелограмм АВСД, АВ 3, АВ 5, внешний угол Д 60 градусов, найти ВД, то есть диагональ параллелограмма. Рассмотрим треугольник АВД. Две стороны известны, угол между ними находим 60, потому что соответственные, а теперь по теореме косинусов находим ВД. Записываем выражение и подставляем значение 3 в квадрате плюс 5 в квадрате минус 2 умноженное на 3 умноженное на 5 и косинус 60 градусов. Получаем выражение ВД в квадрате равно 34 минус 30 умноженное на 1 вторую. ВД в квадрате 19, а ВД будет равно корень из 19. А теперь порешаем задачу из билетов. Билет номер 9, пятое задание. Один из углов треугольника равен 30 градусу, а противолежащая ему сторона равна 4,8 дециметра. Найдите радиус, описанный около этого треугольника, окружности. Сторона АВ 4,8. Она лежит напротив угла 30 градусов. Значит, отношение АВ к синусу С равно 2Р. Отсюда находим Р. Р равно АВ разделить на 2 умноженное синус угла С. Подставляем. 4,8 разделить на 2 умноженное синус 30 градуса. Получаем ответ. Р равно 4,8 дециметра. Билет номер 11, задание 5. Найдите косинус углов треугольника со сторонами 2 см, 3 см и 4 см. Три стороны треугольника известны. Мы можем по теореме косинусов найти, например, косинус угла А. Для этого выбираем противолежащую сторону 2. Итак, 2 в квадрате равно 3 в квадрате плюс 4 в квадрате минус 2 умноженное на 3 умноженное на 4 и умноженное на косинус угла А. 4, это 2 в квадрате, равно 9 плюс 16 минус произведение 24 умноженное на косинус угла А. Косинус угла А равно 21, 24 или 7 восьмых. Мы нашли косинус угла А. Косинус угла С и косинус угла В можете найти самостоятельно. Запишите задание для закрепления. Билет номер 12, пятое задание и билет номер 13, пятое задание. На этом мы сегодня закончили. Всем желаю удачи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!